Но вернемся к событиям Дня Республики. В этом году, кроме Чебоксар, праздник принимал и Парецкий район. Там составили программу, которая по насыщенности ничуть не уступала столичной. Идея Галактионова о том, как гуляла Паречье. Центр села Парецкое превратился в пешеходную зону и изменился до неузнаваемости. Здесь работают различные интерактивные площадки, тематические выставки, проходят мастер-классы, выступления творческих коллективов. Программа праздника столь обширна, чтобы посмотреть все от начала до конца, потребуется целый день. Все прибывшие на праздник должны были пройти через пограничные ворота. На страже стояли стрельцы. Затем почетных гостей приветствовали на трех языках – чувашском, ордовском и русском. Далее познавательная прогулка по земле Парецкой. А Паричанам есть чем удивить. Вот самая большая частная коллекция гармошек. В ней более 50 музыкальных инструментов. Самому старинному почти 100 лет. Приходит народ полно. Им даже молодые играют. И мальчишки, и такие вот школьники, которые ходят в музыкальную школу. Все подходят и играют. И вот жилащие вот так вот тоже играют, все подходят. И пляшли, поют. По соседству выставка самоваров. Здесь можно попробовать самые вкусные чаи. Старинными рецептами охотно делится знатная травница. Где чай, там самовар. Как известно, самовар-генерал стола. Он же объединяет семью вокруг стола. В свои работы представили народные умельцы, известные художники, уроженцы Парецкого района. Александр Ильин подарил главе республики портрет и провел мастер-класс. Нет, да, картинка с аукционом пойдет сейчас. Цена поднялась. Много интересного демонстрировали и сельские поселения. У каждого своя история и традиция, о чем наглядно рассказывали экспозиции. Богата 400-летняя история края. Отсюда сплавлялись вековые сосны для строительства царского флота. И здесь же родился великий кораблестроитель Алексей Крылов. Памяти академика посвятили республиканский фестиваль посудомодельному спорту «Флотская слава». Здесь можно было увидеть различные модели. От подводных лодок до легендарной бригантины с салами-парусами. Очень здорово, когда люди подходят и спрашивают, как это сделали, сложно ли было. И очень нравится им все рассказывать, показывать. Ну а флагманский корабль стоял возле главной сцены, на которой развернулось красочное действие. Композиция олицетворяет любовь народа к родной земле. В центре главный символ республики древа жизни вековой дуб. Его окружают другие, говорящие силе предков, мудрости народа, единстве и веры. Эти ценности воспевает и ген Порецкого района. ПОЮТ Жители и гостей района с праздником поздравил Михаил Игнатьев. Глава республики подчеркнул, что Поречья – родина великих людей. И нынешнее молодое поколение продолжает их славные традиции. Те, кто делает свой край краше и богаче, работает на благо родной Чувашии, удостоились государственных наград. Большой вклад внесли поречане в копилку марафона «Именем детства во имя детства». Они вновь стали лидерами по сбору средств в расчете на каждого жителя. Всего в этом году удалось собрать 7 миллионов 658 тысяч рублей. Самых активных благотворителей наградили медалями «Меценат детства». Войдут в историю района и уникальные гербы и флаги. Они аккурат подоспели к празднику. Художники-геральдисты разработали их для каждого поселения. Свидетельство Геральдического совета при президенте России вручили руководителям органов местного самоуправления. Поречане твердый, сильный характер, мужественные люди. Здесь были стрельцы, когда основали это село Порецкое. И вы заметили, во многих гербах присутствует камень. Камень как раз символ крепости. Эстафету праздника подхватил Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России». Бурными аплодисментами зрители встретили театр Сычжоуской оперы из китайской провинции Аньхой. А русские народные песни в исполнении коллективов из разных регионов страны по-настоящему зажгли собравшихся. Много радости, много эмоций, веселья. Столько много площадок и для детей, и для взрослых. Все очень интересно, здорово. Супер погода, супер настроение. Народу много. Все очень здорово. Лидия Галактенова, Владимир Синдей, Вести Чувашия.